Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и мы продолжаем отстраивать Великую Башню Котов в игре под названием Cat Robot Defense. И честно говоря, у меня есть некоторые сомнения по поводу того, стоит проходить эту игру или не стоит. Давайте вместе с вами вот сейчас на этой серии и решим. Пожалуйста, поставьте сюда лайк или напишите коммент, что нужно сделать, и исходя из этого уже будет видно, стоит оно того или не стоит, или это вообще никому не нужно. Ну, потому что, например, я от игры без ума. Что ж, давайте не будем медлить, я сразу прокачаю немного, небольшое увеличение золота при победах в битвах. И мы сразу отправляемся, потому что нам сегодня нужно дойти до 50-й волны. Медлить я не буду, тратить время на болтовню тоже, я думаю, не стоит. Нужно сражаться, нужно биться. Я хочу посмотреть, что же появится, когда станет доступна карта. Я специально не заглядывал в комменты, чтобы себя немного, ну, не огорчать, скажем так. Так, и кошачечки мои из коробки, давайте, давайте, делайте страшные вещи, побеждайте. Ух, блин, почему нельзя отправляться на предыдущие уровни? Вот это единственное, что меня смущает. Я бы хотел побоевать на предыдущих уровнях, заработать там дополнительные деньги, но пока я могу только прокачивать котиков, и то не всегда. И еще мне кажется, что если, 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 если мне станет доступна карта, там я наконец-таки смогу добывать артефакты для своей кошачьей банды, чтобы они становились немножечко сильнее. У меня все хорошо, но не хватает артефактов. Эй-эй-эй-эй-эй-эй, че-то жестко-то пошло? Че-то вы жесткие? Я же вроде башню свою прокачиваю, деньги трачу все на прокачку, а вы все равно такие жесткие. Коты из коробки выходите, быстрее бейтесь. Отлично, кто мне нанес столько урона? Я, честно говоря, даже особо и не понял. Было жестко. Ладно, прожимаю сразу все способности, сразу все скиллы. Немедленно сражаемся. Может быть, стоит заменить свою кошачью пушку? Может быть, она не так уж эффективна, как мне кажется? Я не знаю, заморозим, конечно же, ребят. Эх, чтобы они не подходили, чтобы они не воевали. Кошечки, выпрыгивайте! Я бы, честно говоря, наблюдал бы только за тем, как выпрыгивают эти маленькие котики из коробки. Блин, у меня же есть котик-герой! Я совсем про него забыл. Эй, 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 это кто ты, кто ты, кто ты, кто ты, кто ты, кто ты, воу, воу, нет маны, нет энергии, стой, нет, не ломай, эй, ну почти же тебя победили, ну почти же, чуть-чуть же не хватило же, буквально же, ладно, нужно сейчас прокачивать, я думаю, свою башню, именно на это я буду тратить деньги, чтобы установить как можно больше гаджетов, и чтобы таких неприятных ситуаций не случалось, потому что было реально ведь неприятно. Когда кошачью башню разрушают, котики же огорчаются, котикам же обидно, котики же, они же, а где же они будут жить, если их башню сломают? Это же невероятно, тем более у нас есть котик-вьетнамец, как же, как же с ним поступить? Куда же его деть? Он же, он же доверился нам. Так, песик, давай-ка, давай-ка, давай, мы будем стрелять в тебя, мы будем в тебя стрелять всем, чем только мы можем, и мы должны тебя победить. Давай, лев, разорви его, молочага. Ты, точнее, не лев, ты же у нас этот, леопард, гепард, кто ты там, леопард. Прокачиваем, и дополнительный слот у нас появляется, сюда я установлю пушку. Наверняка у нас появилось что-то новенькое, у нас есть компьютер, который увеличивает опыт, у нас есть каткенон, который уже установлен, у нас есть какой-то мафлер, который, судя по всему, будет время назад отматывать, и пауэр сапплай, это что такое? Майн контроллер, слушайте, это прикольно, мюзик плеер у нас получается, будет, наверное, что он будет давать? Урон моим лучникам, ну, то есть, он сам ничего не будет делать, майн контроллер будет, получается, суммонить, призывать одну какую-то свинью, и это не совсем понятно. Ты у нас что будешь делать? У тебя урона нету. У тебя, ты увеличиваешь урон гаджетов на 10%, ну, так себе. Ты что делаешь? Уменьшает колдаун скиллов на 3 секунды. Ты что делаешь? У тебя, слушай, есть атака, да? И ты можешь суммонить двух дальних уток на 12 секунд. Вот эта штука, наверное, будет неплохая. А эйрдак кал, это две ближних, а это две дальних, да, утки? Слушайте, наверное, вот эту штуку стоит установить, но ладно, пока мы идем сражаться, опять я трачу время на болтовню. Идем сражаться, идем сражаться, у нас есть место под дополнительный гаджет, гаджет будет стоить 6000 монет, очень дорого, но стоит, стоит его купить. Хотя, может быть, можно что-нибудь попроще построить, тоже будет, возможно, в этом смысл. О, денюжки, денюжки, это хорошо. Я бы даже специально этот уровень бы слил, чтобы побольше заработать денег с помощью вот этого воздушного шара. Но, к сожалению, враги здесь довольно-таки слабые, и я не смогу получить дополнительный доход. Убили котика, сволочи. Так, ладно, у нас 4700, слушайте, хватает. А может быть, сразу купить еще одного? Давайте посмотрим, какие еще гаджеты есть. Я не знаю, Теслаган у нас есть, может быть, ее стоит прокачать, Ресайкл, что у нас дает? Забирает 10% энергии, короче, от урона получает энергию, неплохо, да, слушайте, это что у нас делает? О, много урона у мельницы, может, мельницу стоит построить? 15% прибыли дает, я не знаю, ладно, пока-пока копим на ту штуку для дальних уток. Наверное, это будет здорово, наверное, это будет эффективно. Сразу используем все скиллы, 38-я волна уже, жестко, жестко, жестко. Кстати, можно уровень переигрывать, точно, я же что-то затупил. В том уровне, где появится воздушный шар, мы постоянно будем его переигрывать, и таким образом я смогу заработать очень много денег. Хотя, ладно, мне же сейчас нужно вперед двигаться, поэтому переигрывать я не особо хочу. Так, 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 подождите, подождите, бойцы, вы куда же лезете? Тут территория котов, пора бы с этим смириться, пора бы, пора бы просто с этим смириться. Так, ну что, слушайте, мы можем построить еще ароушутер, сколько у него урона, кстати, 14. Я не знаю, почему я его не строю, но пока я хочу суммонить, да, вот этих вот уток. Гандаг Хиробина какая-то, она сама по себе будет стрелять, не знаю, насколько мощно, но она стреляет. И, а где утки? Подождите, она сама по себе стреляет или нет? Или она просто будет автоматически суммонить уток? А, вон утки эти, слушайте. Ну, что-то я бы не сказал, что они совсем уж классные. Ну, вроде бы стреляют, и время от времени эти утки будут появляться. Не знаю, насколько это хорошо на самом деле, но, наверное, это неплохо. Вроде бы неплохо, вроде бы нормальная пушка, стоила она довольно дорого. Утки постоянно появляются, уток никто не убивает. Базу нашу практически не коцают, все здорово. Так, что это такое? А зачем? А зачем, слушайте? А-а-а, скрещивать можно, нифига себе! Так, а что это? Так, эм, а в чем разница? А в чем разница между пушками? Давайте, наверное, будем стрелять, используем вот эту, да, с помощью алмазов, хорошо. А что, подождите, а как это? А, нужен 10-й левел, да? Я понял. Но пока 10-го левела у меня нет, то после 10-го левела можно будет прозветвление делать. Неплохо, надо до 10-го левела докачать, но это довольно долго и затратно по ресурсам. Не, ну довольно здорово, слушайте, довольно-таки здорово. Надо будет этим воспользоваться. Так, ладно, стреляем с заморозкой. Стреляем из огня. Где воздушный шар с деньгами? Непонятно. Давайте, друзья, я, наверное, несколько уровней пройду сейчас сам. И потом к вам вернусь. Ближе к 50-му. И мы уже посмотрим, что же будет там, что же появится на карте. Не, ну тут босс, как бы с боссом надо сражаться. Босс опять не заморозился, сволочуга, нет энергии. Да уж больно. Бейте все, бейте босса. Что ж вы его не бьете? Блин, опять пострадали. Ой, прокачал случайно. Ладно, давайте прокачаем. Так и быть, мы начали проигрывать. Все, вернусь ближе к 50-му. Ну что ж, вот я и потратил немножко, совсем чуть-чуть времени. И благодаря этому времени я дошел до 50-й волны. 50-ю волну я прошел, и нам стала доступна карта. Но об этом немного позже. Посмотрите на моих котов. Не замечаете? Ничего не замечаете? Они все стали рэмбо-котиками. Я один раз прокрутил вот эту вот штуковину. У меня был бесплатный круток, фриспин. И за это мне дали 40 тысяч монет. Я эти все монеты потратил на то, чтобы довести своих котиков до ума. И давайте их еще несколько раз прокачаем, чтобы посмотреть, как котик будет выглядеть потом. Котик становится рыцарем, да? Но рэмбо, честно говоря, немножечко покруче. Ладно, в общем-то тоже неплохо. Прокачаем улучшение денег. И идем на карту, смотрим, что же здесь будет происходить. Так, у нас имеется какой-то аванпост, у которого 20 силы, судя по всему, да? Что ж, давайте отправимся сюда и посмотрим, что я смогу сделать. Ага, его нужно победить. И тогда я его захвачу, и он будет приносить мне дополнительные финансы, дополнительные ресурсы. Что ж, это неплохо. К тому же аванпост вроде бы довольно-таки слабенький. Ну, вроде бы пока побеждаем. Даже можно огонь на него запустить. Правда, огонь практически не наносит урона. Ну, и даже, скажем так, я, наверное, мог немного подождать. Еще больше прокачать свое войско. И тогда уже намного более уверенно уничтожить вражеский аванпост. Потому что у врагов довольно много. И даже я могу проиграть. Вдруг оттуда вылезет какой-нибудь мощный босс. Но этот аванпост мне нужен. Не знаю, сколько прибыли он будет приносить. Но прибыль, наверное, будет. О, огонь. Огонь мало дымает. Огонь мало дымает. Я думаю, что уже практически полхп нужно больше боевых единиц в виде котиков. И я не знаю, как получить дополнительный слот для бойца типа этого леопарда. Потому что он хорошо сражается. У меня там еще появился какой-то ангел. Его бы тоже хотелось бы использовать. Посмотреть, как он будет работать. Но пока такой возможности нет. Потому что этот кот с перчатками, он пока самый сильный. Из тех, что имеются героев. Ну, не считая, конечно, моего маленького классного чувачка с вилкой во вьетнамской шляпке. Он самый крутой. Он самый крутой. Это даже не обсуждается. Можно не спорить. Можно об этом не говорить. Это как бы факт. Это как вода мокрая. Кот в шляпе самый крутой. То же самое. Так, ну что. Аванпост практически разрушен. Не такой уж он был и жесткий, на самом деле. Меня, конечно, испугало поначалу его количество ХП. Но на деле оказалось все довольно просто. Осталось буквально 77. Но нехв... Да, да, да. Он уничтожен. И открываются новые аванпосты. Мы заработали 100. 550 монет всего лишь. А раз в какое-то время он будет давать мне деньги. Да? Он принадлежит мне. И я могу еще раз туда отправиться. Но зачем? Я не понимаю. Возможно, благодаря этому увеличится левел аванпоста. Что ж, халявные бесплатные деньги. Это, в общем-то, неплохо. Будем честны. Тут еще дополнительные чуть-чуть денюжки. Так, что, давайте что-нибудь прокачаем. Давайте прокачаем, наверное, наш именно робот. Чтобы появился новый слот и еще один новый слот. Не хватает пока денег, да? Очень жаль, очень жаль. На самом деле, очень жаль. Но давайте сюда тоже что-нибудь установим. Есть у меня какие-нибудь новые пушки. Хотелось бы это видеть. У нас есть какой-то аэропорт, который будет вызывать четырех летающих котиков, которые тоже будут врага атаковать. Что ж, неплохо. Но для этого, конечно, нужно заработать деньги. Нужно заработать больше денег. Будем сражаться пока в обычных волнах. Не знаю. Ну, а ванпосты, я думал, будут больше приносить денег. Может быть, стоит их реально много захватить, и тогда будет прям очень-очень много бабла. Раз в какое-то время. Если бы это бабло еще автоматически собиралось, и не приходилось каждый раз к этому возвращаться и собирать его, было бы, конечно, безумно круто и безумно удобно. Но, 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 но нет. Но нет, но нет, но нет. И когда у меня будет больше летающих юнитов, возможно, я буду легче захватывать эти ванпосты. Что тоже, на самом деле, довольно круто. Не хватает пока денег, да? Можно купить еще... Нет, апгрейд робота пока делать не будем. В общем, пока просто идем вперед. Мне нужны новые враги. Я хочу увидеть силу врагов в действии. Где она? Эти пушечники, эти мортирчики, эти рыцари. Их становится больше, но становятся они сильнее. Неизвестно. Где мои деньги? Давайте. 250. Отлично. Довольно-таки неплохая сумма. Блин, очень быстро эти летающие утки исчезают, на самом деле. А, еще же появились летающие враги. Да, я вам об этом не сказал, но вы и сами это, в общем-то, видите. Эй! Вот это было нечестно. Ладно, сейчас мы это дело попытаемся исправить. Нам нужен аэропорт. Либо бомбкэнон, который будет бить по толпе раз в три секунды. Что на самом деле неплохо. Либо мафлер. Нет, нам надо, наверное, все-таки аэропорт. Да. Чем больше юнитов, тем лучше. И я свои старые гаджеты почему-то не прокачиваю. Мне кажется, было бы неплохо прокачать Теслаган. Это будет увеличивать неплохо и урон. Правда, дорого стоит, сволочь, апгрейд. Ой, тут классные разные Теслаганы есть. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Пассивно. Пассивно. А чем они отличаются, я не понимаю. В любом случае, ладно, нужен 10-й левел. Недостаточно левела для апгрейда. Сделаем 10-й левел. Попытаемся проапгрейдить эту пушку. Просто ради интереса. Что тоже на самом деле интересно. Да! Так, деньги, 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 деньги. Медальки, хорошо. Или пойти в аванпост, захватить. Ладно, пока сражаемся здесь. Посмотрим, как будет действовать аэропорт. А что, самому надо нажимать? Блин, какие они миленькие. Ха-ха. А, это типа кошачьи коробки, только воздушные. Что ж, прикольно. Прикольно, прикольно. Благодаря этому можно будет захватывать резче аванпосты. Прикольно. Ну, довольно долгая перезарядка. Еще оно не автоматически срабатывает. Это неудобно. Это неудобно. Ладно, ладно. Будем их каждый раз по КД использовать. Именно котиков летающих, котиков наземных. Они сдерживают, по крайней мере, хорошо противников. Хоть они у меня и не вкачаны, но вот запросто справились благодаря этим новым бойцам. Правда, для начала, конечно, надо прокачать своего робота, чтобы получить еще один слот. Здесь что-нибудь есть? Здесь ничего нет. Ладно. Идем сражаться. Дальше. Нужны деньги. Нужны деньги. Сейчас сделаю себе еще один гаджет. И после этого пойду попробую захватить еще один аванпост. К тому же, с того деньги надо будет собрать. Так, где мои котики? Почему я не использую свою кошачью армию? Выходите, сражайтесь. Надо будет именно эти гаджеты прокачать, чтобы время жизни у котов было побольше. Да и хп, в общем-то, тоже. Так как много урона достается моей базе сейчас. Сильно она страдает. Сильно ей больно. Сильно ей неприятно. Еще и босс пошел. Котики, котики, котики. Всех видов, всех сортов расцвета котики победили. 51 хп осталось. Вау, это мы были на грани. Это мы были прям, прям вау. Тут прям еще бы чуть-чуть, и это была бы беда. И прям было бы не очень приятно. Ладно, используем гаджеты. Либо оставлять энергию только на этих бойцов. Я не знаю, я пока еще не привык. У меня, кстати, очень много елочных игрушек. Надо будет их использовать. Деньги. Дайте деньги, деньги, деньги. Да дай нажать. А, это бомбы, блин. А я думал, просто я дурак, нажать не могу. Жаль, жаль, но деньги тоже неплохо. Сколько? 6500-то будет за эту битву или нет? Нет, мне нужно для прокачки робота. Да, 6500 есть? 6 даже. Где мой еще один слот? Почему его нету? Нужно больше денег. Надо больше денег. Надо будет эту штуку до конца вкачать. Вообще не нужно было что-то другое вкачивать. Нужно было вкачивать исключительно деньги. Так, что у нас в городе новое? Подарок, да? 421 феймпоинт. Что это? Непонятно. Елочные игрушки. Ладно, потом этим займусь. Тут у нас что-то можно построить, нельзя. Тут у нас библиотека. Здесь у нас ничего пока. Здесь тоже. И здесь всякие штуки приколюхи. Нам они пока не нужны. Ладно, идем в битву. Забираем награду. И пытаемся понять, когда же появится еще один слот для гаджета. Его не хватает. Очень сильно не хватает. А за эту битву все равно я столько денег не заработаю. Жаль, что за захват аванпоста вроде как не дают деньги. Ну, в смысле, во время самой битвы. Я вот что-то забаметовал. Надо сейчас проверить. Пойду сейчас на аванпост, захвачу деньги. Деньги это хорошо. А там уже будет видно. Там уже посильнее, да, есть аванпосты. Там где больше указанная сила. Не знаю, получится, не получится. Вот летающие они неприятны. Что если бы у меня не было защитников летающих, они бы просто облетали все это дело. И было бы, конечно, жестко. А давайте я сейчас рекламку посмотрю. И, в общем... Ну вот, друзья, потратил 20 секунд. Зато у меня появились деньги для апгрейда. И почему-то гаджет у меня появляется где-то сзади. Ага! Ага! Нифига! Вот это какие-то прям суперкрутые штуки. Ничего себе! Увеличивает на 25% дэмэдж? Вау! Плюс 10%. Это, короче, бонусы. Просто бонусы. Но мне нужно получить еще один слот для гаджета сюда. Почему он не появляется? Я не понимаю. Ладно, идем на карту. О, тут деньги. 550. Или пройти еще раз этот баттл, чтобы больше он денег приносил. Ладно, давайте пойдем сюда, посмотрим. 1200 раз в 3 минуты. Ну, в принципе, неплохо. 12 тысяч хп! Вот это прям много! Ладно, ладно, ладно. Жаль, энергия медленно восстанавливается. Может, все-таки что-то стоит прокачать для восстановления энергии? Тогда я буду чаще использовать разные скиллы. Хотя нет, тут и так легко справляемся. Враг прорвать мою оборону не может. А я его прорываю довольно-таки уверенно. Хотя нет, он на ногах все-таки стреляет. Ну, благо, мы вкачали хорошо робота. У него сейчас много хп. Появляются летающие товарищи. Че-то, че-то они разошлись. Че-то разошлись! Много врагов! Я-то и слить-то так могу с такими темпами. Блин, они слишком быстро, враги перезаряжаются. А мне войска не хватает. Войска моя медленно, 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 медленно. Летающие утки. Откуда они вообще прилетают? Это, видимо, клаксон просто их вызывает. Да, и они поэтому появляются. Что ж, ну тоже неплохо. Идут деньги. Нет, тут за эту битву деньги не идут. Но в перспективе, в будущем, наверное, это будет приносить хорошие дивиденды. Пока, пока так себе. Больше котов, больше котов. Лучники. Если бы я мог вас направить, чтобы вы стреляли исключительно по вражеской крепости, было бы, мне кажется, гораздо удобней. Жаль, что сделать я этого не могу. Это неудобно. Давайте, может, огонь запустить? Слушайте, огонь будет дымажить? Да, дымажит. Но очень мало урона наносит огонь. Прям очень мало. Меньше сотки. Это даже не серьезно. Это вообще прям меня огорчает. Слишком мало, слишком мало. Котики, котики, котики. Все, энергия закончилась. Больше я не имею права тратить ее на что-то неприятное. Должен тратить исключительно на призыв котиков. Особенно летающих. Котики летающие, мощные. Они приносят много пользы. Давай, давай. Каждый раз мне как раз будет хватать. Сколько это стоит? Четыре энергии. Тоже тридцать. Да дорого, блин, дорого. Ладно, вызываю. Вызываю. Вы тоже нам понадобитесь. Пол хп уже сняли. А мне всего лишь одну пятую. Но у меня больше нет энергии. Хорошо, что враг, кстати, не использует скиллы. Если бы еще у врага были скиллы, было прям очень жестко. Очень жестко. Теслаган надо прокачивать. Я совсем забыл про Теслаган. Теслаган в таких битвах бы прям очень бы хорошую службу сослужил, потому что он иногда, атакуя обычных воинов, попадает еще и по крепости. Правда, там у него по 8 уронов всего лишь. Но тоже, слушайте, это неплохо. Это тоже неплохо. 5 тысяч осталось всего лишь. 5 тысяч. Давайте, котики, поднажмите, поднажмите. Забейте на все, просто ломайте этот гребаный шалаш или что это, или это дом, или это вообще непонятное какое-то строение. Я не знаю, как его охарактеризовать, я не знаю, как его описать. Не хватает на летающих. Зря потратил деньги на наземных. Очень дорого. Давай, 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 давай. 3 500. 3 500. Сделайте 3 500. Порадуйте Саньку. Нет, не порадовали. Хоть бы игрушечки елочные падали. Зачем они мне, непонятно. О, летающие. Ха-ха, хорошо. Надо было их, наверное, вызвать, когда уже врагов на земле бы не осталось. Тогда они полностью бы потратили свои силы. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. На ломание вражеской крепости. Жесть. Жесть какая-то начинается. Так, все, копим энергию. Потом я сразу запущу тогда два отряда. Пока я деньги тратить не буду. А где мой лев? Слушайте, а где мой... Лев погиб? Геопард. Леопард. Он погиб? Он может погибнуть? Серьезно? Вот это для меня как бы становится неприятной новостью. Я не знал. Я-то думаю, что у меня демиджа стало гораздо меньше. А это, оказывается, просто чувак мой погиб. Зато котики вон как вгрызлись в это здание. Хорошо, много урона нанесли. Нужно еще раз будет сделать такой заход. Именно вызывать их сразу большой бригадой. Черт, 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 черт. Всегда их вызываю. Ладно, не ждем. Надо сражаться. Пол хп осталось у меня. А из-за того, что я потерял тигра, прям очень сложно теперь биться. Я не могу вражескую базу атаковать. Я ее практически не атакую. Жаль. Ладно, с следующего захода вызову два отряда. Блин, 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 блин. Пожалуйста, победите, победите. Давайте, два отряда сразу. Понеслась. Сейчас должны прорваться и начать месить. Бейте, бейте, бейте. Ну, тысяча осталось. Какая-то жалкая тысяча. Ай-яй-яй, врагов смотрите, сколько врагов. Жесть-то какая. Ай-яй-яй. Можем, можем, можем продуть. Не могу тратить. Не могу на котиков тратить. Не могу тратить на котиков. Котики, вылетайте. Давайте. 1280 всего лишь осталась какая-то. Все. Я не могу экономить. Надо всех вызывать. Все использовать. Потому что 100 хп всего лишь осталось. Без тигра мы проигрываем. Ай-яй-яй-яй-яй. Давайте, давайте, давайте. 700 хп всего лишь каких-то, жешь. Чтобы, давай, 5 энергии. 5, 5. Ай-яй-яй. Нет, 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 нет. Пережили. Пережили, 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 пережили. 500 хп. Вот это, друзья, сейчас момент истины. Либо мы, либо нас. Походу нас. Пипец. Ааа, пипец. Вы видели, чуть-чуть не хватило, да? О, если бы... Блин, если бы я знал. Ладно, жаль. На этом, друзья, пока остановимся. Продолжим с вами в следующий раз. Большое спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч. Всем удачи. Всем пока. Люблю вас. Пока. Всем пока.